Это город Эс, меня зовут Инна Сапанченко, здравствуйте. У человека довольно продолжительное детство. Проходит немало времени, прежде чем маленький ребенок превращается во взрослого самостоятельного члена общества. И все это время он остро нуждается в семье. Она самый влиятельный фактор социализации. Тема, которую мы хотим обсудить сегодня в нашей студии, не имеет границ ни в пространстве, ни во времени. К нам сегодня пришла Светлана Найденова, руководитель департамента семьи, опеки и попечительства администрации городского округа Самара. Добрый вечер. Добрый вечер. И говорим, конечно же, о семье и о детях. Да, вы совершенно правильно вначале сказали, что тема эта не имеет границ. Каждый человек, у которого есть ребенок, старается дать ему, ну, как он думает, все самое хорошее и самое лучшее. И иногда вот это самое хорошее и самое лучшее не всегда бывает на пользу ребенка. Мы очень часто говорим о том, что вот сейчас, посмотрите, даже если посмотреть наш любимый телевизор, мальчики, девочки, мажоры, да, ведь их воспитывали, ведь воспитывали в семьях. И я не думаю, что их учили, вот что можно. Но вседозволенность, которую воспитали в этих детях, делает то, что мы видим. И мы иногда... Вот ко мне часто приходят и молодые семьи, и семьи уже, имеющие достаточный стаж, и бабушки, и дедушки на прием. И задают вопрос, ну как же, ну почему же? А ведь воспитание-то начинается еще даже тогда, когда ребенок еще и не родился, он уже все слышит, он уже все видит, он уже все чувствует. Поэтому особенно, когда в последнее время почему-то это наиболее часто, очень плохо наши люди расстаются при разводе. Вы имеете в виду супругов? Да, я имею в виду супругов. Казалось бы, была когда-то любовь, любовь ушла, а дети остались. И вот начинаются, ну такие претензии друг к другу, как будто они никогда вместе не жили, никогда не говорили хороших слов друг к другу. И самое главное, совершенно не думают о том, как вот их поведение скажется на детях. Потом они вырастают, они дорастают до определенного возраста. А дальше мы спрашиваем, почему они у нас курят спайс, почему они у нас непонятно в каких компаниях. Значит, дома не нашли того, что находят на улице. Ну и сейчас, ведь раньше, в советские времена, все были как-то одинаковы. А сейчас у многих людей есть довольно приличные там состояния. Дома, машины, фермы, особняки. И дальше при разводе, либо в случае, когда родители у нас, к сожалению, это не редкость, погибают. И вдруг ребенок остается наследником всего этого богатства. И вот тут появляются непонятные родственники, которые до этого не знать и ведать не ведали этого ребенка. Очень быстро молва распространяется. Мало, быстро. Ну и потом, когда вот самый свежий пример. У меня была женщина на приеме, ближе к 50, будем так говорить. Она сидела там долго, у меня родала. Она говорит, мы же с мужем начинали с нуля, у нас ничего не было. Появилась фирма. Муж говорит, ну, сама понимаешь, времена какие. Давай запишем все на мою маму. На маму записали фирму, какой-то там гараж, помещение, квартиру, бизнес, вклады в банки. А сейчас он нашел молодую и выгоняет их, собственно, с их общим ребенком на улицу. А я говорю, что же, вообще ничего у вас нет. Ничего. Все осталось. И, ну, я не буду говорить о моральных каких-то принципах, о том, что это за мужчина. Это уже отдельный разговор. Но я всегда обращаюсь к женщине, ну, думайте, что делать. Потому что не вечна любовь, не вечны какие-то наши отношения. Поэтому очень разумно. Иногда ведь мы, ведь осуждаем иногда, говорим, ну, что такое брачный контракт? Это, наверное, плохо. А может быть, это и не совсем плохо. Потому что жизнь, она идет, всякое бывает. Юристы говорят, что начался все-таки этот процесс поактивнее в нашей жизни. Да, да. Вот знаете, начался поактивнее. Появились брачные контракты, где иногда прям прописано все. Я видела пару таких контрактов, где все прописано, ну, буквально до мелочей. Вплоть до того, как они там будут делить чашки-ложки. Я не думаю, что вот до такой степени надо делать. Ну, какие-то основные параметры, основные границы этих всех вещей надо делать. Ну, и потом, когда, вот я совсем недавно на одном из интернет-сайтов такую большую статью читала о том, что же такое органы опеки, такие они плохие. Когда нужно разрешение органов опеки на отчуждение имущества. Вот, Светлана Анатольевна, кстати, хотела именно про эту статью вас спросить. Видимо, читаем одни и те же средства массовой информации. Напомню только сначала нашим зрителям, что у нас сегодня в гостях Светлана Найденова, руководитель департамента семьи, опеки и попечительства. И мы работаем в прямом эфире 202.11.22, уже готовы принимать здесь в студии ваши вопросы. Так вот, по поводу статьи, которая, собственно, казалось бы, не имеет отношения к вашему ведомству, поскольку статья была про то, как продать квартиру, как купить квартиру. И, не дай бог, учесть все юридические тонкости и не оказаться ни с чем. Так вот, в этой статье как раз вопрос, для чего нужно разрешение органов опеки, когда семья продает квартиру, а там прописан ребенок. То есть, получается, что, чтобы выписать ребенка, требуется обязательно разрешение органов опеки. И вы читали тоже комментарии, просто если кто-то из зрителей не знает, скажу, что очень много комментариев по поводу того, что органы опеки на самом деле без разницы. Что там продают, куда продают, почему продают. Ну, давайте тогда уточним. Если ребенок просто зарегистрирован в жилье, то разрешение органов опеки не требуется. Разрешение органов опеки требуется только в том случае, если ребенок является собственником. Либо всего, жилья или там, или чего там он продает, или какой-то его части. Вот в этом случае нужно разрешение органов опеки. И более того, когда к нам приходят получать такое разрешение, мы очень тщательно проверяем все документы на предмет чего. Вот у ребенка что-то продают, вот у него должно что-то появиться, равноценное той доле, которую продают. И вот, конечно, когда мы начинаем оценивать, когда продают там, допустим, одно дело продают там одну третью в Хрущевке однокомнатной квартиры, покупают большую квартиру и выделяют там долю, это все понятно. Но когда продают двухкомнатную квартиру, покупают однокомнатную квартиру, то я понимаю, что в жизни разное всякое бывает. Иногда люди попадают в очень тяжелые жизненные ситуации, и им, возможно, и хотелось бы вот таким образом пополнить свои средства, как-то проблемы какие-то свои решить. Но вот в этот момент как раз мы, как органы опеки, встаем на защиту интересов несовершеннолетнего, интересов ребенка. Если двухкомнатная квартира продается, и у ребенка была половина этой квартиры, то мы можем разрешить продажу двухкомнатной квартиры, приобретение однокомнатной. Не только в том случае, если вся эта однокомнатная квартира уйдет ребенку, будет в собственности у ребенка, то есть у него как бы было половина, но если наоборот, часто сейчас обращаются к нам еще, вот еще с каким вопросом. По ипотеке приобретается жилье, и квартира при приобретении становится собственностью банка, до тех пор, пока не будет выплачена полностью вся сумма. И банки, а мы вставляем в случае, если продают, чтобы в этой вновь покупаемой квартире была доля ребенка, чтобы не получилось вот так, выгнали его потом на улицу, многие такие вещи. И вы знаете, огромное количество банков говорят, делать что хотите, каким-то там образом решайте эти проблемы, но в случае, если собственником будет ребенок, мы вам ипотечный кредит не дадим. Потому что они понимают, что если в этой квартире одним из собственников будет ребенок, то потом будет очень тяжело в случае, если заемщики не своевременно, не в полном объеме начнут выплачивать там эти свои доли. И мы всегда говорим людям, которые к нам приходят, говорят, да ладно, ну вы поймите, вот мы сейчас у нас, а вот когда приходит, проходит какое-то время, случается что-то, и приходит банк, выгоняет их на улицу, а у нас ребенок. А ребенок не является собственником этой квартиры, и все. И никакого уже ни разрешения дальше органов опеки, ни помощи этой семьи мы уже оказать не сможем. Но в обратной ситуации родители, в принципе, имеют гораздо меньше возможностей приобрести это жилье. Вот в этом случае всегда надо находить какую-то золотую середину. Нужно понимать, рассчитывать очень точно и четко, каким образом рассчитываться за взятый ипотечный кредит. И где окажется ребенок в случае, если не будет возможности выплачивать. Мы ведь предлагаем разные варианты. Нам не главное отказать. Вот люди пришли к нам за разрешение, мы им говорим, вот только так и никак. Мы говорим, ну давайте какие-то варианты, ищите сами. Допустим, у вас вы продаете однокомнатную квартиру и по ипотеке приобретаете квартиру в большей площади. Значит, вам, ну есть варианты, когда, допустим, кто-то из родственников, там бабушка или дедушка, выделяет ребенку доли в какой-то своей квартире. Но опять же, у ребенка появляется жилье, где он в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств будет жить. Но ведь на момент, когда вы даете разрешение на продажу квартиры, еще нет, как правило, купленной следующей квартиры, еще не оформлено жилье, и неизвестно, как там оно будет и будет ли. Вот, кстати, в статье это и пишут, что вы даете разрешение, а дальше вам уже хоть трава не растет. Во-первых, по поводу трава расти или она, или не расти, мы, конечно, не можем заставить что-то сделать, но в любом разрешении, которое я подписываю на сделки с жильем, последняя фраза, в течение определенного времени представить в департамент семьи, опеки и попечительства договор купли-продажи, того, что куплено, в противном случае мы оставляем за собой право обратиться в суд о признании сделки, вот той первоначальной, недействительной. А прецеденты есть? Конечно. Потому что если родители что-то продавали, какую-то квартиру, и ничего не покупали, проходило время, дальше, когда ситуация становится патовой, они прибегают к нам вот тут. Вот мы и признаем сделку недействительной, но мы не можем заставить людей купить квартиру. Заставить. Мы единственное можем признать сделку недействительной, ту, которая проходила раньше. Органы опеки таким образом стоят на страже ребенка только в отношении недвижимого имущества? Нет. Любое имущество, отчуждение его, машина, например. Точно так же. Если машина каким-либо образом оказалась в собственности ребенка, кто-то подарил, наследство вступил, разные бывают моменты, то опять же разрешение на отчуждение вот этой машины, то есть на ее продажу, идет с разрешения органа опеки. То есть это либо покупка другой машины, либо, допустим, эти деньги кладутся на счет ребенка, с тем, чтобы позднее, там, это может быть, там, лечение ребенка, там, обучение и так далее. Потому что и дальнейшее разрешение на снятие этих денежных средств, за счет ребенка, тоже только с разрешения органов опеки. Многим кажется, ну что вы лезете вот в такие вещи? Но столько неразумных людей есть, когда вот покупают, есть большое количество имущества. Я не буду называть фамилии, многие из них на слуху, когда ребенок особенно становится собственником, там, газет, пароходов, неважно чего. И собственники, которые были, говорят, ну вы дайте разрешение, мы сейчас выкупим долю этого ребенка, там, за 10 тысяч стоимость уставного капитала, а мы, а потом мы там ему, там, что-то. А по большому счету, если у него там вот есть что-то, то, что приносит постоянный доход, то мы возражаем против того, чтобы было просто продано это имущество, выкуплено другими, как бы, собственниками, чтобы у него, особенно, когда ребенок остается сиротой, чтобы у него на будущее тоже были перспективы поддержки его со стороны вот этого имущества. Много всякого у нас в законах. Вы за годы своей работы ни разу не усомнились в целесообразности именно вот этих ваших полномочий? Вы знаете, нет, не усомнилась. Я еще раз говорю, слишком большое количество людей, которые приходят к нам тем или другим способом, они обходят вот эту норму. Не буду говорить, как это, в конце концов. И они говорят, ну как же так? Ну, встаньте на... Я говорю, а вы когда это делали? Вы о чем думали? Ну, мы думали, что мы там вот справимся со своими службами. Ну, вы сейчас-то помогите, а уже сейчас помочь невозможно. И, к сожалению, особенно это, ну, когда там бездомно продают там машины, гаражи, дачи, это ладно. Но когда это касается единственного жилья, когда продают в Самаре квартиру и говорят, что мы покупаем, при всем моем уважении к сельской территории, какую-то там холопу в каком-то непонятном месте, мы же, во-первых, запрашиваем этот район какой-то, куда они уезжают, в каком состоянии... Мы, естественно, сами можем туда выехать. В каком состоянии находится дом, действительно ли вот они... То есть не надо думать, что рассказали вам что-то и... Да, нет. Мы все проверяем. Конечно, когда стандартные квартиры, мы не проверяем их, а когда вот такое что-то непонятное, проверяем обязательно. Светлана Анатольевна, про жилье еще вопрос от Венеры. Купили однокомнатную квартиру в Безенчуке на материнский капитал. Мы хотим ее продать и материнский капитал положить на счета детям до исполнения 18 лет. Возможно ли такое? Ну вот я вам вот сейчас вот так не могу сказать, потому что в данном случае нужны какие-то детали. Потому что если это был материнский капитал, что-то куплено, то вообще-то мы всегда требуем, чтобы там была включена доля детей, чтобы дети тоже становились собственником какой-то квартиры, которую сейчас хотят продать. И просто, понимаете, причина продажи надо смотреть. Покупается ли что-то другое, просто кладется. Есть ли место жительства? Пожалуйста, обращайтесь к нам, мы дадим консультации. Куйбышево 44. У нас ежедневно идет прием по всем этим вопросам. Если кого-то не удовлетворит ответ наших специалистов, то каждый понедельник у меня прием с 3 до 5. Можно позвонить по телефону 332-24-49. И получить, собственно, все ответы на вопросы. Да, и получить все ответы. Забота бывает разная, в том числе и социальная. Мы сегодня общаемся со Светланой Найденовой, руководителем департамента семьи, опеки и попечительства. Светлана Анатольевна, я вас хочу спросить о наименее, наверное, защищенной части детей, о детях, у которых нет родителей, и о социальных сиротах, и о сиротах вообще. Насколько мне известно, банк данных таких детей сокращается активно. Да. Вообще, надо тогда людям сказать, что такой банк данных. Там никто у нас не лежит в этом банке. Значит, это такие сведения о детях, которые не устроены в семью. Вот у нас большая часть детей, детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, они проживают в семьях. Под опекой, в приемной семье, их усыновляют. Но часть детей, к великому нашему сожалению, не усыновлена, никуда они недели в семью не передали. Они живут в детских домах, в домах ребенка, в приютах, в пансионатах для детей-инвалидов. И сведения о них находятся в федеральном банке данных. Которые можно зайти, посмотреть потенциальным приемным родителям. Да, это абсолютно открытая информация. Там, безусловно, нет фамилии, нет таких признаков, по которым можно ребенка идентифицировать. Но посмотреть возраст, как он выглядит в фотографии, что у него там с родителями, какое-то состояние здоровья. И за последние годы была поставлена задача, чтобы вот это количество детей, не устроенных в семье, ежегодно сокращалось. В прошлом году у нас количество детей, находящихся вот в этом банке данных, сократилось по Самаре на 23%. Это очень большая. Это очень большая работа была проведена. Мы очень активно работали, в том числе с вами, с вашей телекомпанией. Надо сказать вам огромное спасибо за это. Пропагандировали форму устройства детей. В этом году, ну и мы, вот то, что называется, очень так активно поработав, вот в этом году у нас, конечно, мы на такие цифры не выйдем. Пока у нас сокращение идет порядка на 10%. Но до конца года эта цифра немножко увеличится. Но все равно, ну как бы, он у нас уже такой банк данных, к великому моему сожалению. У нас, вот мы когда разбираем, мы ежемесячно смотрим, кто у нас в банке данных, кому можно предложить, что можно сделать. И у нас есть группа детей, которых мы говорим, ну этих мы никуда не устроим. Это дети, которые проживают в пансионатах для детей инвалидов. Это очень тяжелая тема, очень крайне редко берут. Хотя появились сейчас люди у нас, которые, ведь раньше говорили, только иностранцы берут детей инвалидов. Сейчас, кстати, иностранных усыновлений в Самаре нет уже несколько лет, ни один ребенок не передан за границу. Но и запросов нет. Или мы просто не отдаем? Вы знаете, мы ведь работаем только с теми компаниями по усыновлению, которые приезжают как бы из Москвы, они там регистрируются, они до нас уже не доезжают, а мы и не пропагандируем это. Так вот я хотела сказать, что за последнее время у нас появились жители Самары, России, которые берут детей инвалидов, причем с глубокой патологией. У нас есть одна семья, я опять же не называю ее ни имени, ни фамилии. Она взяла пять детей инвалидов. Пять. Очень тяжелых детей. Сейчас кто-нибудь скажет за деньги. А вы возьмите хоть одного ребенка инвалида и посмотрим, сколько вам придется вложить в этого ребенка. Вот сейчас один мальчик из этих пяти достиг совершеннолетия, он учится. Но самое удивительное, ну я даже не ожидала, слишком маленький срок эти дети находятся у этой женщины. У них так, они так изменились, там один пошел, другой там встал, ну это лица как изменились, выражения лица, это незабитые какие-то вот, как бы хорошо не относились вот в этих приютах и различных пансионатах. Все равно семья, она особенно та семья, которая поддерживает этих детей. Ну, я низко кланяюсь перед этой женщиной, я просто огромное ей спасибо. Светлана Анатольевна, в этой связи хочу обязательно затронуть тему. Вы сказали, часть детей живет в пансионатах, и часть детей у нас живет еще в детских домах и социальных приютах. И в основном это дети, ну уже после 10 лет, которых так же сложнее устроить в семье, дошкольников, как правило, все-таки разбирают быстро. С 1 сентября в нашей стране некие такие революционные преобразования начались, да, не произошли, а начались. И детские дома переходят на работу по семейному типу и становятся временными центрами проживания детей до их устройства в семье. На что мгновенно отреагировали газеты, написали в России, детских домов с сентября больше нет. На самом деле они, конечно, есть. Вот как этот процесс начался у нас? Вы знаете, я совершенно с вами права. Во-первых, это хорошее дело. Единственное, сделать его вот с 1 сентября дали отмашку, а 2 сентября мы все сделали. Вот мы сейчас очень небольшими шагами в этом направлении идем, потому что ведь полностью надо поменять даже психологию тех людей, которые работают в детских домах, приютах. Ведь как у нас везде и всюду. Детский дом – это, условно говоря, группа. Дети там живут, там их, допустим, 7 или 10 человек. Они ходят в столовую, они там едят. Более того, по всем санпинам им не разрешают ни мыть посуду, ни убирать со стола и так далее, и так далее. И вот поломав это для того, чтобы помочь им потом хорошо адаптироваться в жизнь, было принято решение, чтобы дети жили не группой, как бы, а семьей. Чтобы у них была, вот у них спальня, вот у них кухня, вот у них там комната, где они делают уроки. И они живут в этом, ну, в таком вот цикле квартирой. И дети разного возраста. Да, разного возраста, мальчики, девочки. Ну, это очень благое пожелание. Но дело в том, что реализовать его очень сложно. Потому что мы сейчас вот в каждом приюте создали пока по одной такой, как бы... Семье, квартире. По одной, как бы, квартире. То есть мы установили там посудомоечную машину, чтобы они мыли посуду. СВЧ. Стиральную там машину, где можно разогревать, холодильник. Вот они пришли, поели, поели. Вот нам говорят, что они должны здесь же и готовить. Ну, при всем моем уважении к детям, ну, салат они, допустим, могут там накрошить. Ну, под руководством воспитателя, ну, там, допустим, блины пожарят на электроплите. Но основная пища, и мы столкнулись, а кто ее должен готовить? Значит, кухня должна остаться. Ну, мы хотя бы пришли к тому, что на кухне приготовить первое, а второе принести вот в эту кухню. Хотя бы разложить, потом убрать за собой посуду. А дети уже сами разложили, помыли посуду. И потом, вот у них-то, допустим, на кухне, ну, сами понимаете, все были маленькими, да и взрослые иногда так любят. Вечерком раз подошел, сушку взял, да, и сел. Раньше это было невозможно. Потому что все, как бы, питание было в столовой, на кухне, ничего, никаких мы не имели права, да не дай бог, там где-то, там, где дети живут, что там какая-то пища была и так далее, и так далее. И вот я была недавно в подростке, там молодой человек, там ему уже 17 лет. Он стоит там, я зашла туда на кухню, он там моет свою тарелку, из которой ел. Причем он один, больше никого нет. Он пришел из техникума, моет посуду. Я говорю, как, нравится? Он говорит, да мы вообще себя людьми почувствовали. Мы не пришли там, поели и ушли. Говорят, а тут можно как-то и выбирать, и говорить. То есть, но опять же говорю, это и материальные затраты, приобретение всего вот этого, чего не было ни в одном из учреждений. И самое главное, еще очень сложно переломить психологию. Вот. Светлана Анатольевна, в сознании многих опека – это такие злые гестапо, которые только и смотрят за тем, как бы отобрать ребенка из семьи, из приличной семьи, у которой начались небольшие трудности. Ну, на самом деле, на сегодняшний день уже в правительстве много говорят о необходимости урезать перечень, вот оснований по лишению прав. И очень много говорят о том, что такую семью, которая вступает в кризис, лучше поддержать и не довести до изъятия ребенка из семьи. Эта работа как-то изменилась сегодня? Вы знаете, я, конечно, ничего не могу сказать про злых теток из опеки, которых у нас очень любят показывать в различных ток-шоу, на первом, втором и прочих каналах. Я знаю одно, что злые люди у нас работают вообще в принципе. Им тяжело, и они не смогут. Одно дело, вот как показывают, там, а, сейчас придем, заберем. Я одного не понимаю. Ну, кто же это такое придумал? Прийти и забрать. Что такое забрать ребенка? Это значит переложить ответственность родителей на себя. Кто-нибудь любит дополнительные проблемы? Не любит. Ну, вот если чисто так вот по-простому рассуждать. Поэтому самая главная задача, которую ставит, мы ставили ее, я работаю на этом месте уже 23 года, мы всегда ставили, первую очередь выявить неблагополучие семье на самый ранний форекс и поддержать эту семью. А как ее выявить? Кто вообще вхож в семью? Да вы попробуйте. Тут подъезд ты не попадешь, не говоря о том, что кому-нибудь в квартиру зайдешь. Просто так. Кто может увидеть? В детском саду ребенок пришел избитый. Мама пьяная пришла его забирать. Ну, давайте не доводить до тех страшных вещей, о которых, я думаю, все слышали, знают, ушли, детей заперли, дети сгорели и так далее, и так далее, и так далее. И дальше, значит, на куда смотрели органы. Но есть ведь и другая сторона, когда изъятие семьи как раз является спасением ребенка. Вот я поэтому и говорю, что если мы на самом раннем этапе прихватим вот этот процесс, это точно как же как болезнь. Одно дело лечить, когда только начинаешь чихать и кашлять, а другое дело, когда у тебя уже воспаление лёхи. Поэтому увеличивать перечень, не увеличивать, тут не в этом проблема. Вот, например, сейчас суды практически не лишают родителей родительских прав. Сначала идет ограничение в родительских правах. То есть семье дают подумать, дают задуматься, как делать это быть. И если в течение полугода ничего вообще не меняется, только после этого лишают родительских прав. И ещё даже после этого ни в коем случае не закрывается дверь восстановления в родительских правах. Мы готовы оказывать содействие, мы оказываем такое содействие. У нас ежегодно, я не могу сказать, что большое количество, потому что если мама уже лишена родительских прав, как правило, иногда бывает, вот знаете, такое отрезвление, и люди как-то понимают, что это ужасно, и что-то надо делать. Но в большинстве случаев они катятся дальше-дальше по наклонной, и уже никакая поддержка не помогает такой маме и такому отцу. А можете сказать примерную цифру, сколько за этот год лишений было? Около двухсот. Это по сравнению с... Каждый год мы уменьшаем. Каждый год. Меньше. Меньше. Каждый год мы лишаем родительских прав всё меньше и меньше. Принимаем другие формы, методы, помогаем там, помещаем, если негде жить, там, допустим, в социальную гостиницу, встариваем на работу, помогаем пролечиться там от алкоголизма и так далее, и так далее. Светлана Анатольевна, прям вот несколько секунд уже буквально у нас остаётся, но не знаю, когда увижусь с вами в эфире в следующий раз. Наверное, стоило бы сказать о предстоящем мероприятии, которое уже стало давно популярным, когда откроется ёлка желаний. Это для тех, кто захочет как-то помочь ребятам. Да, вы знаете, у нас ежегодно, у нас на Куйбышево 44, в департаменте семьи, в начале декабря открывается ёлка желаний. Я так думаю, что в этом году мы и откроем 7 декабря, потому что много звонков спрашивают, когда. То есть после 7 декабря можно будет наведаться им поинтересоваться. В понедельник, скорее всего, откроем. Спасибо, Светлана Анатольевна, за беседу. Мы прощаемся с нашими зрителями. Будьте вместе, берегите семью. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»